В Хабаровске прошел седьмой ежегодный конкурс красоты «Мисс Мода и Стиля-2012». О том, кто получил наибольшее количество зрительских симпатий и растрогал членов жюри своим ярким выходом, смотрите в программе «Позитив» уже через несколько минут. Научиться красиво ходить и держать осанку – это одно, но стать лисицей, цыганкой или метелью – это другое. Какие еще нужны знания и навыки, кроме актерского мастерства, чтобы завоевать почетный титул? Смотри программу «Марины Ли. Позитив». Изумительные ножки, фигура и лица. Сколько юных девушек сейчас мечтают иметь или сделать такие же? А сколько хочет пробиться в модельный бизнес – практически каждая вторая. За звание очередной «Мисс» теперь начинают бороться уже со школьной скамьи. В прошлом году у меня было «Бас Ангела», но, к сожалению, я не заняла никакой номинации. Скорее всего, потому что я была очень скованная и мало улыбалась. В этом году я настроена на победу. Просто моделей много. Но если ты хочешь стать моделью, надо стать моделью лучше. Чтобы были какие-то шансы на успех, нужно быть, ну, действительно, лучше всех, всех превзойти. Для этого нужно полностью себя вышкалить от и до, то есть от кончиков пальцев до макушечки головы. Идеальные волосы, идеальная кожа. Идеальная кожа подразумевает за собой не только кожу, на которую нанесли толстый слой тонального крема. То есть кожа должна быть ухоженная и здоровая. Моя модель сегодня в образе зомби. То есть даже из такой неординарный образ, но мы все равно ее сделаем более женственной. Сегодня я приступаю, начиная с того, что я тонирую лицо. То есть это делаю ее более ровным, естественным, подчеркиваю ее достоинство. Сейчас очень актуально. Яркие цвета, какие-то этнические принты, они как бы еще в тренде. И вот это вот пестрое сочетание, да, то есть очень по-молодежному и тоже сейчас в тренде. Сочетание чистого низа, то есть классический цвет белый, да, с таким цветастым ярким верхом, очень удачно пропорционально решен ансамбль. Поскольку девочка у нас невысокого роста, мы все внимание за счет цветочных принтов увели к верхней части тела. И сейчас видим следующую модельку. Высокая, красивая, темноволосая, среднеконтрастная. И здесь все очень тоже сдержанно и очень грамотно. У школы современной моды и стиля есть очень хорошая традиция. Когда девочки чему-то научились, их не просто выпускают большую жизнь, а для них делают большой праздник в виде вот этого красивого конкурса. И во время этого праздника у каждой девочки есть возможность показать, чему она научилась за то время, пока обучалась в школе. Действительно, я не первый год веду мероприятия в этой школе. Мне нравится то, что каждый раз придумывается что-то новое. Мне нравятся эти новые костюмы, которые девочки шьют специально для конкурса. И вообще мне нравится атмосфера красоты, молодости, очарования и вообще влюбленности в жизнь. Самое главное – это не, может быть, даже победа, а участие. И уже их большая заслуга в том, что они не побоялись, выйдут на большую сцену. И всем, конечно, подарят такую красоту всему зрительному залу. Ведь на самом деле красота есть в каждой. Самое главное – уметь раскрыть свою индивидуальность. Преподаватели, мы всегда очень сильно волнуемся, потому что, я считаю, конечно, за такой короткий период времени мы пытаемся вложить им массу различных знаний, как в теории, так и в практике. А это вот как раз то, что мы сегодня увидим на сцене. В настоящее время знание иностранного языка является непременным атрибутом любой уважающей себя девушки. Особенно девушки, которые в будущем выбирают свою профессию модели. В течение года реально выучить английский, если человек будет заниматься 3-4 раза в неделю, выполнять все домашние задания – это реально с нуля довести уровень до Upper Intermedia для того, чтобы сдать в дальнейшем экзамены международного уровня. Сегодня в этом уютном зале Института МВД Российской Федерации вас приветствует Школа современной моды и стиля. Мы проводим конкурс красоты «Мисс Мода и стиля-2012». Если б я была цыганка, да притом красивая, Что бы стала со мной делать, Маминька родимая дает Раз, еще раз, еще раз. Сейчас вам продемонстрирует вечерний платье. Ну а сейчас самый волнующий момент для награждения в номинации «Мисс Мода и стиля-2012». На сцену приглашается Председатель жюри, ученый-секретарь ученого совета Дальевосточного юридического института МВД Российской Федерации полковни полиции Владимир Станиславович Шекин. Первое место «Мисс Мода и стиля-2012» Года заняла Леонова Дарья. Самый торжественный момент Моем до сегодняшнего нашего конкурса Корона! Корона нашей «Мисс Мода и стиля-2012» Модная сказка подошла к своему логическому завершению. Все ли в ней было гладко, бесучка и задореньки, Судить вам, дорогие телезрители, Но то, что продемонстрировали Эти юные девушки на сцене И во время подготовки к такому яркому мероприятию, Как конкурс «Мисс Мода и стиля-2012» Лишний раз подтверждает Народную мудрость, терпение и труд Все перетрут. Спонсор проекта «Клиника семейной стоматологии» Телефон 331-235 Субтитры создавал DimaTorzok